Сегодня 3 июня, мой первый выход в лес в этом году, не считая поездки в Далину Славы, там мы ночевали, прошел уже где-то километр четыре, наверное, с собой у меня в руках, как всегда, с милоходняка и свет стоп. Говорят, одна женщина по тоге все время ходила, брала с собой только свисток, никогда не встречалась, не сталкивалась с медведем, я на всякий случай предохраняю еще другими средствами, еще портфейр у меня, гудок ревун, какая красота сегодня. Погода вообще просто чудесная, как раз для походов. Ночевка сегодня не получится, от родила, в следующие выходные тоже не получится ночевка, как жалко. Вот это такое самое место, глухое. Там дальше рубежат тундровы, а без деревьев, те самые, мне кажется, опасные. Слежу, вот эта птичка красивая там поет. Объектив ее не возьмет, к сожалению. Что я думаю, что она не испугается, не знаю. Летела. Ладно. Там, кстати, в стопках еще снег лежит. Иду, когда пределы видимости будет, я покажу. Вмотря на то, что май был жаркий, апрель такой неплохой, в июне даже снег не упадало, снег еще не весь растаял. Мне главное, чтобы дождь не пошел. Дождь. У меня на теплую погоду может много охладить. Погодка. И воздух. Что еще нужно на выходные? Все выходные мы отправились в лесу. Ближе к природе, земле, так сказать. Жить свежим воздухом, уходить из городов, что я обычно и делаю. Завтра у меня в планах, скорее всего, поехать на велосипеде. Там у меня проблема немножко поднастроить тормоза. Ой, здесь. Тормоза, переключатели задние. Можно будет ехать. А я куда-нибудь... еще даже не решил. Может, на ламну смотаюсь. К водопаду. Там красивые виды. У меня пакет шушит. В пакете у меня ремон в пакете улетенедведей. И такой серьезный газовый баллончик. Надеюсь, мне это еще не пригодится. Как никогда не пригождалось. Один раз только в Архангельской области от кабана мне сигнал котика пригодился. И все. Да и тот сам бежал. Даже не зажидаясь, когда я пальнул. Он был серьезный такой. Громадный. За хрюкалу и бежал. Кстати, чуть подальше на вот месте я в том году видел следы медведя. Поэтому я теперь хожу осторожней. За два назад узнал. Первые такие сигналы появились, что здесь видели следы медведя. Поэтому теперь надо осторожней-осторожней. Особенно с ночевкой. Ночевка в лесу, конечно, хорошая, но медведя мне сейчас не нужен. Медведь съедал. Надо ли? Уже завязь и черники появились. Не ожидал так рано. Погодняя брусника. Кстати, рекомендую, очень вкусная. Она не протисает, остается сладкой, как варенью. Снежки. Вон, сколько там снега лежит. Но если на том месте растет морошка, и она как раз, когда уже везде она как бы отошла, то месте она еще зеленая стоит. Короче, потом можно собирать ее в сентябре. Что я делаю обычно. Ну, это лучше, когда приезжаю поздно, всем путем сентября из отпуска. И дышать сюда собираю здесь морошки. Других местах у нее просто нет. Но в пределах моей доступности. Такое замечательное место. Красота круга. Ось пробегал здесь. Писечки поют. Какая красота. Вон, на той сопке я обычно собираю бруснику. В больших количествах. для отца. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...